Уважаемые коллеги, поговорим о лекарственной терапии и ряде вопросов, которые у нас сейчас, наверное, насущные, особенно если мы будем говорить о терапии первой линии. На деталях излишних химиотерапевтических оставляться сегодня не буду, а именно на такой общей, наверное, конвей идеологии. Ну, понятно, что у нас две трети больных имеют место распространенный опухолевый процесс, либо первичный, рецидивный, либо уже метастатический. И вот как бы один из основных алгоритмов, который мы сейчас применяем для лечения рецидивного и местно распространенного сочной головы и шеи, это вот эта вот схема, в которой все-таки у нас очень важный есть момент лечения на основе операции. И это, наверное, краеугольный все-таки камень, потому что все многочисленные исследования, которые мы имеем, говорят о том, что если у нас имеется хирургический компонент при рецидивном и даже метастатическом раке, то результаты выживаемости лучше, и это будет сегодня рассказывать нашу позицию в 16 часов Ирина Валерьевна Ребрикова. Основные позиции – это лечение на основе облучения и системная терапия различная. Что очень важно, в последнее время мы стали наблюдать, и результаты АСКО это подтверждает, и наш личный опыт, что, используя современную иммуно-таргетную терапию или химио-таргетную терапию, ряд больных удается вернуть в статус операбельных пациентов. У нас такие примеры есть, чаще это режим экстрем, также есть ряд больных, которые получали монотерапию иммуно-онкологическими препаратами, и эта позиция, она сейчас занимает достаточно неплохие перспективные позиции. Ну, понятно, что если опухоль нерезиктабельная, то при министатическом местно распространенном раке и остальных вариант речь идет о использовании лекарственной терапии в монорежиме или различной комбинации. Основные препараты – это платина, это таргетный цитоксимаб, это токсаны и монотерапия ингибиторами педельных рецепторов. Наша опция – это неулумаб и эмбрализумаб. Всем исследование хорошо известно, экстрем, которое показало улучшение общей выживаемости по сравнению с химиотерапией в монорежиме при добавлении цитоксимаба, с увеличением частоты объективных ответов, с увеличением частоты полных ответов, что позволило, также проанализировав улучшение, это очень важно, клинических симптомов и нагрузки, использовать эту схему без ухудшения качества жизни в терапии первой линии. Это всем хорошо известно. Значит, с следующим продолжением поддерживающей терапии, с возможностью проведения до 6 курсов, этот нашел отражение не только в МТСН, но и в рекомендациях Ассоциации общества онкологов России. Значит, следующей задачей стало улучшение результатов лечения и снижение токсичности проводимых, режимов, значит, улучшить исход лечения и снизить токсичность. Для этого используются различные препараты и встал вопрос о замене 5-2-го цила на менее токсичные препараты у тех больных, у которых имеется серьезная сопутствующая патология. Такое решение было найдено. Использоваться стали группы препаратов токсанов, которые также имеют иммуноопосредованное действие, не только повреждения микротрубочек во время метоза М-фазы, но и посредственные иммуномодулирующие действия. Также это позволяет уйти от 96-часовой инфузии 5-2-го цила и сделать лечение более удобным. И вот такие ряд исследований показали, что имеется после замены 5-2-го цила на токсаны улучшение общей выживаемости по сравнению с режимом Xtreme достаточно прилично, даже практически в два раза. Но сейчас идет крупное исследование TPX, в котором следуются пациенты в первой линии терапии с помощью режима Xtreme или вот заменой 5-2-го цила на токсаны. Значит, в чем проблема? Это лечение эмпирическое. То есть мы не учитываем ряд прогностических факторов, которые сейчас мы не можем не учитывать. И самое главное, это микросателлитное окружение опухоли. Это вот те параметры, то есть было показано, что в зависимости от инфильтрации опухоли с токсическими лимфоцитами при повышении порога 30%, показатели общей выживаемости в этих группах увеличиваются. Но, что считать? Есть у нас индекс TPS, есть у нас индекс CPS, да, то есть вот этот CPS, это соотношение между числом всех PD-L1 экспрессирующих клеток, опухолях, инфильтрирующих иммунных клеток и лимфоцитов и макрофагов к общему числу опухолевых клеток. Это более точный параметр, чем TPS. Значит, что касается иммунотерапии. Исследование всем известное, КИНО-40, где исследовался пембролизумаб, который показал увеличение одногодичной выживаемости по сравнению с группой стандартной химиотерапии на 10%. Также это исследование показало, что как раз большое значение имеет микросателлитное окружение и такие позиции, как TPS и CPS. И при CPS более или равном одному одногодичная выживаемость общая уже имела преимущество над группой химиотерапии стандартной в 13%, а при TPS более 50%, который исследовался именно в этом исследовании, преимущество составило 21%. Тоже хорошо известное исследование КИНО-48, одно из самых, наверное, сейчас важных, где сравнивались три группы больных. Монотерапия пембролизумабом, режим экстрем и группа, где пембролизумаб заменили, цитоксимаб заменили пембролизумабом. Также это терапия первой линии. И здесь очень важный момент оказался вот какой. То есть мы говорим все-таки о том, что сейчас нужно проводить персонализирование лекарственное лечение, и у 15% больных в этом исследовании CPS был менее 1%, 40% это CPS более 1,1% до 20%, и 20% 20% и более. Но опять же, пациент с тем же CPS до 19 и 21, это примерно одинаковая группа больных. Она не может быть так разбита на такие два параметра. И здесь при анализе эффективности групп больных монотерапией пембролизумабом и цитоксимаб с химиотерапией, то есть режим экстрем, отмечалось преимущество пембролизумаба в обеих группах. Но, тем не менее, здесь имеет значение тот самый CPS. В группе, где он был более 20, разница гораздо более выраженная. Там, где был он менее 20, но больше 1, разница менее выражена. Это принципиально важно. Почему? Потому что уже при подгрупповом анализе выяснилось, что со снижением параметра CPS эффективность проведения терапии в группе с пемболизумабом снижалась, а вот цитоксимаб с химиотерапией, то есть режима нашей стандартной экстрем, разницы в зависимости от CPS не было. И это тоже очень важно. К этому, собственно говоря, мы доклады и ведем. Что касается выживаемости без прогрессирования. Она оказалась выше в группе, там, где проводился режим экстрем, в обеих подгруппах, независимо от CPS, более 20 или более 1. И здесь есть еще нерасхождение кривых в течение первых 6-7 месяцев, что говорит тоже о том, что все лекции и вот эти вот параметры, они еще недостаточно для персонализации выбора лекарственной схемы. Еще одна группа больных, которая сравнивалась, это пемболизумаб плюс стандартная химиотерапия и режим экстрем. Здесь не было отмечено преимущество в обеих группах, существенное по выживаемости без прогрессирования, но было преимущество выживаемости общей в группе, которая получала иммунотерапию с химиотерапией. Частота объективных ответов в группе режим экстрем пемболизумаб химиотерапии оказалась одинаковая и несколько больше в группе с иммунотерапией. Она составила 6 против 3, то есть в 2 раза больше. Частота объективных ответов примерно одинаковая, стабилизация примерно тоже одинаковая, прогрессия чуть больше опять же в группе пемболизумаба. Что очень важно и о чем мы тоже прекрасно знаем, что имеется замедленное действие начала иммунотерапевтических препаратов 2-3 месяца, имеется опять же фаза псевдоотека опухоли, которую часто применяют за прогрессию за счет инфильтрации лимфоидными элементами. И вот вопрос, который у нас стоит в наших рекомендациях русско, то, что применение иммунопрепаратов целесообразно у платинорезистентных больных, да, и применение во второй линии, как бы оно обосновано, зарегистрировано, ну, в качестве неволомаб, да, мы зарегистрируем, это прекрасно знаем. Возвращаемся к этой табличке. И все-таки 15% это больные, у которых СПС менее одного. 40% где это зона серая, непонятно, и только 45 даже процентов. И 40% в итоге это группа, где, да, СПС более 20, и здесь однозначно преимущество иммуно-онкологических препаратов. Но вопрос, и мы хорошо понимаем, что это не молочная железа, это голова и шея, симптомная нагрузка, дисфагия, нарушение дыхания и много чего еще. И нам необходимо получать быстрый ответ, как, впрочем, и в ряде ситуации с меланомой, да. И здесь тоже вопрос все-таки, что применять. Таким образом, получается, что 55% у нас пациентов все-таки выбор режима проведения терапии, он не персонифицирован. И мы не можем четко говорить о том, что нам нужно проводить. Понятно, что в группе 15% в DCPS менее одного преимущество будет в режиме, допустим, экстрем, да, без иммуно-онкологических препаратов. Эта зона остается серой, и там однозначно, допустим, тоже режим экстрема или добавление замены на пембролизумаб, орбитукса, она пока еще достоверно не доказана. Эта группа понятна. Но, возвращаемся к началу слайда, необходимо определять СПС. И мы уже это обсуждали вопрос, определяется он в одно-два места в России, и больше это нигде не делается. В Петербурге, к счастью, вот определяется. Поэтому эта группа, скорее всего, все-таки при необходимости быстрого сокращения опухолей будет режим, не содержащий иммуно-онкологические препараты. Здесь понятна иммуно-онкология, а вот эта группа все-таки, она, серая зона, остается дискутабельной. Схема, которая тоже известна достаточно, да, вместо обсужденной формы мы говорим чаще о ночевой терапии с различными модификаторами. Метастатическая рецидивирующая форма. Вот это стандартная как бы схема, либо режим экстрем, либо какой-то другой. Чаще это прививается вообще там ПФ, или там карбопакли и так далее. Вторая линия – это иммуно-онкологическая терапия. Это зарегистрировано в РФ. Это все понятно. Но сейчас ситуация все-таки меняется, да. И мы рассматриваем применение в качестве первой линии анти-ПД и ПДЛ препаратов в сочетании с химиотерапией, либо в моно-варианте. И здесь получается, что все-таки это 40-45% наших пациентов, у которых показатели СПС более 20%. И потом возможно проведение стандартных режимов химиотерапии, в том числе и того же самого режима экстрем. Поэтому при проведении на первом этапе в первой линии иммуно-онкологических препаратов у нас есть возможность, по мнению профессора Аргириса, применения и режима экстрем, и других вариантов лечения. И существует гипотеза в настоящий момент, что иммунотерапия в первой линии может усиливать чувствительность опухоли к последующим терапевтическим режимам, в том числе содержащим ицетоксимаб. И сейчас у нас получается вот в чем проблема. Собственно, к чему я ввел весь это свое сообщение. Во-первых, необходимо создание, кардио-онкологических отделений и кабинетов в стационарах. Вот сейчас в институте Герцена создано именно кардио-онкологическое отделение. Сотрудники учились в Штатах, в Слон-Кеттеринге учились. И действительно, вот это взаимодействие химиотерапевтов и онкокардиологов, кардио-онкологов, не знаю как назвать, оно начинает давать свою положительную долю в решениях вопросов. Второй вопрос. Андрей Дмитриевич Каприн буквально на прошлой неделе на съезде онкодерматологов говорил о том, что у нас 80% недоукопликтованности морфологами. Не на 80% заполнено, а на 80% не хватает. И качество, к сожалению, снижается. И отсюда возникает вопрос, то что мы централизуем нашу деятельность, может быть, есть необходимость создания референсных центров, пусть он там будет один на Огрух, на Горах, это не важно, где действительно будет грамотно, стандартно и обоснованно и на все клиники одинаковое определение таких параметров, которые нам позволят персонифицировать назначение лекарственной терапии. А мы прекрасно понимаем, с чего мы начнем, особенно при рецидивной и распространенной форме, тем мы и закончим. Правильно начнем, какой-то шанс еще есть. Если начнем неправильно, шанса особого не будет. И в связи с этим, возможно, удастся как-то решить этот вопрос, по крайней мере в России, и уже эмпирически назначать лекарственное лечение мы будем меньше. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Павлович. Есть какие-то вопросы к выкладчику? Продолжение следует...